Уникальную операцию на работающем сердце в условиях искусственного кровообращения провела бригада российских кардиохирургов во главе с Романом Комаровым. Благодаря применению нестандартных решений удалось спасти жизнь, казалось бы, безнадежного пациента. О профессионалах своего дела, пишущих историю отечественной хирургии. Материал Натальи Тарасовой. Здесь видно тромб опухолевый, то есть сама опухоль вот. Эта опухоль прорастала в магистральный сосуд и по этому сосуду поднималась в правые отделы сердца. Метастаз из печени поразил самую крупную вену и добрался до сердца. Такой сложный случай хирурги увидели на томограмме 60-летней пациентки из Ханты-Мансийска. Раньше такие обширные поражения считались неоперабельными. Специалисты двух многопрофильных московских центров решились на сложнейшее вмешательство с использованием технологии кардиохирургии. Применение искусственного кровообращения в радикальной хирургии онкологических заболеваний печени – это всё-таки новая страница для хирургии нашей страны. Это оправдано, это перспективно, это безопасно. И люди после этого живут. Мы в этом убедились на примере первых центов, которые уперел пять лет назад. Тогда тандем хирургов впервые провёл сложнейшую операцию у онкологического больного на печени и сердце. Пациент, который, казалось, был обречён, до сих пор жив. Случай Нины Александровны из Ханты-Мансийска осложнялся тем, что она уже перенесла несколько резекций печени из-за рака толстой кишки. И это был третий рецидив. Это ультразвук сердца, на котором видно опухолевые массы, занимающие порядка двух третей правого предсердия. Женщина испытывала постоянные боли и слабость. Из-за огромного тромба её сердце могло остановиться в любой момент. Уникальная операция длилась больше шести часов. Хирургам удалось убрать опухоль из всех тканей, но здесь появилась новая сложность. Невозможно было пришить оставшуюся часть печени обратно к сердцу. Потому что кровь от печени течёт к сердцу, и там был вот такой вот дефект. И хирурги снова действовали нестандартно. Впервые для замещения нижней полой вены использовали лёгочную артерию. Этот дефект был замещён таким гомографтом, то есть протезом с использованием трансплантационных технологий. Это позволило успешно провести операцию. Пациент сейчас достаточно активно и в последующем продолжит терапию. Как ваши дела? Борис, мы замедляем. Он уже лучше, конечно. И температуре? Нет. Несмотря на высокую травматичность операции, спустя неделю Нина Александровна уже готовится к выписке. Самое страшное для неё, наконец, осталось позади. Конечно, я очень рада. Я вообще очень благодарна докторам. Это просто вот такая, знаете, ювелирная работа. Пациентка соблюдает все рекомендации врачей, делает дыхательную гимнастику и много двигается. Совсем скоро она сможет вернуться домой к семье, внукам и даже поехать на дачу. Наталья Тарасова, Вадим Тищенко, Илья Краснопёров, ДВЦентр.